Дарк Сол И между этой серией и предыдущей у нас произошли достаточно серьезные изменения Дело в том, что за последние 4 дня, которые прошли с момента записи последней серии Как вы помните, я там серьезно завтыкал, просто не знал, что делать Я узнал, где находится дракон И кроме того, я очень сильно, очень много внимания уделил тренировке Так что теперь я где-то уровней на 30 выше Я не помню, какой у нас был уровень тогда, но сейчас у нас 102 Я прокачал свою выносливость, прокачал свою силу Силу теперь достаточно неплохо так уже прокачан Именно под тяжелый билд могу носить без проблем, скажем, щит Хевела Самый лучший щит в игре Кроме того, заполучил броню Арториуса, как видите Она офигительная, по-моему Просто, ну то есть она на более легкого персонажа, чем я рассчитывал То есть не особо тяжелая, но при этом очень круто выглядит Я не мог с собой ничего поделать, поэтому я решил прокачать по полной ее И буду ходить до конца игры, наверное, в ней Потому что она мне очень нравится своим внешним видом и свойствами Есть у нее пара необычных моментов, я вам покажу их позже Так, ну и давайте в этой сегодняшней серии мы, скорее всего, пойдем Так, я не хочу, подожди, перенестись Пойдем в Храм Огня Возьмем кольцо Хевела Чтобы нам еще полегче было со всем этим грузом В принципе, оно нам сейчас не сильно нужно Но посмотрим, просто, возможно, у меня с ним будет подвижность еще лучше Потому что сейчас у меня средняя подвижность Возможно Подвижность То есть три типа подвижности есть в данной игре Это очень быстро, когда он как дурачок курикается Вот такая, как у меня, это средняя В принципе, самое оно такое, я считаю, сбалансированное Ну, конечно, чем быстрее, тем лучше И тяжелое, это когда он тупо-тупо так медленно-медленно бегает Так, вон там у нас сидит товарищ, как видите, продает всю эту броню Ну, я уже как бы... Так, подожди А я не буду даже брать все это Потому что там все равно броня пловала Короче, продает броню Арнштейна Продает броню Арториуса Если вы его убиваете Больше всего времени у меня, конечно, заняло А, блин Прокачка оружия Прокачка брони Потому что там очень именно по душам серьезная Заморочка Очень дорого это все стоит Но ваннер Лонда, то есть излюбленное мое место Убивало этих стальных воинов В принципе, все Можно еще, конечно, в Святом Лесу Там, где многие вообще багой юзерством занимаются Но это не мой метод А так просто тупо их бить Это, на мой взгляд, достаточно скучно И не особо много с них душ упадет То есть ваннер Лонда гораздо быстрее получается В общем, такие дела В принципе, я думаю, теперь нам будет житься полегче Потому что Мне неоднократно говорили, что Идти на локации из DLC Стоит все-таки маленько подкачавшись Но именно когда делаешь летсплей На такие детали в основном не хватает времени Сейчас же, раз хватило времени, то Я этим занялся То есть При летсплее в основном Именно тем и занимаешься Что бежишь вперед С этих врагов я ничего не беру Потому что с них падает броня полу-воина И прочая шляпа Кстати говоря, я могу Носить такую штуку Сейчас покажу Так Вот Тоже неплохая вещь Очень мощная Но Она короткая Не сказать, что она мне сильно нравится Но вообще Выглядит зачетно так, да? Я думаю, в битве с некоторыми боссами Нам это поможет Выносливость сушит, конечно По-страшному Ну да ладно Ой Старые добрые Локации Как я, по-моему, соскучился Казалось бы Сколько серий? 15, наверное, прошло В этот раз мы быстро проходим игру Ощущение, что не было тут уже лет 100 Так, там у нас бонфайр Куда нам нужен-то? Где у нас? А, это там, подальше На этих локациях уже можно спокойно бегать Ничего особого вам тут никто не сделает Ну, видите, как она медленно Вот Кстати говоря, сейчас можно будет попробовать Пробежать туда, к дракону Но вообще в этой серии я хочу вот именно получить То есть убить Хевела А потом пойти в катакомбы Там получить фонарик То есть для меня главной проблемой При прохождении ДЛЦ была то, что Я не был уверен, что зайдя туда Я могу вернуться потом обратно Как казалось, могу Поэтому все в порядке Так, у этого, как у любого драконьего оружия Есть вот такая приколюха Ой, только я думал, она вперед ударит Это очень сильно ломает оружие А, блин То есть Из 400 После этого остается 350 За каждый раз по 50 крепкости выносит Поэтому не рекомендовал бы этим заниматься Вообще мне не нравится нафиг эта Штука Зуб дракона примерно то же самое Тоже прокачивает с помощью чешуи дракона И тоже мне не нравится Так, подожди Вот она моя, алибарда Меч прокачать я не смог Просто потому, что не знаю, где обломки титанита находятся Ну то есть Я знаю, где они находятся Но Я решил, что вот это оружие Мне все-таки больше нравится Хотя, конечно, у него второй удар Сильный Вообще никакой Отстой Вот это вот У того меча двуручного Цайхандера Гораздо лучше было Ну да ладно Так, блин Заколебал Че с тобой Кружусь-то вообще Так, ну и вот мы и пришли В катакомбах Я думаю, там вообще никакого сопротивления Особо не встретим Потому что на ту локацию Нужно практически в начале По идее идти Но я не люблю эту локацию Поэтому не хотел туда пока Наведываться Но мы в катакомбы Если сегодня и пойдем То только Отмечку я, кстати, купил Тоже под мостом Там, где я купил броню Арториса То есть Ключ от этого можно получить Убив бабочку в лесу Но я решил Что это подождет Уже после То есть До того момента Как мы пройдем ДЛЦ И потом уже будем добивать Остальные локации в игре Так, вот этот вот паренек Он, насколько помните Очень опасный Я его недооценил Первый раз С ухмылкой к нему подошел У меня с одного удара убил Ну сейчас посмотрим В принципе, с щитом Хевела Вот эти тяжелые противники Вообще не страшные Так, тихо Вот этот удар у него неплохой Я думаю, размотаем Собственно, и все Так, в результате У нас кольцо Хевела Кольцо Хевела Это такая штука Которая сильно Облегчает вам вес То есть Переносимые вами вещи У вас увеличивается Короче, появляется возможность Более быстро двигаться Со всем этим делом Ой, короче Сейчас описание прочитаю Увеличивает количество Переносимого снаряжения Кольцо было названо В честь Хевела Скалы Старого боевого товарища Повелителя Гвина Люди Хевела Использовали эти кольца Чтобы поразить А, чтобы выразить сферу Так, ну и теперь С этой броней Мы поворкаемся вообще Просто как угорелые То есть Вообще-вообще Куда это ведет у нас? Совершенно не помню А, ну да Лес Лес, точно Блин, как в этом лесу Непривычно находиться уже После того, как Побывал здесь же Но уже То есть А, все Понял, я вспомнил Где мы находимся Побывал здесь же Но уже То есть В DLC Там Все похоже На маленькую По-другому Так, теперь Где у нас Ближайший Бонфаер? Нам сейчас Нужно катакомбам В катакомбах Кстати говоря В катакомбах Нам Подожди Блин А как я? Нам сейчас Нужно будет взять Оружие На котором Стоит Вера У нас Дубина, по-моему, есть Она слабая Но нам Хватит Да елки Потому что Там в катакомбах Единственная проблема С врагами То, что Они постоянно Встают Воскрешаются Это не очень Хорошо Даже учитывая Что они слабенькие Если они Не будут умирать Сами понимаете Какой будет кошмар Поэтому возьмем Слабенькое Но Неплохое оружие Учитывая, что В самой Локации Уровень То есть Для того, чтобы Преодолевать Особо большой Не нужен Я думаю Нам не особо Пригодится То есть Дикая прокачка Это дубина Которая у нас есть С обычной Незаточенной Проходим То есть У нас силы Все равно хватает Так что Вот, в принципе Все сделали Что хотели На этих локациях А то я Блин, уволновался Что мне дальше делать Оказывается Все достаточно Просто решалось А в катакомбах Я не помню Где у нас там Некромант У которого мы брали Фонарик Кстати говоря По-моему Фонарик Еще можно было Купить Вон там Нет То есть В пещере Где мы убили Голема Вот эта вот Магичка Сейчас я сомневаюсь Что она там Поэтому все равно Пошли в катакомбы То есть Магичка Которая нас В итоге Затянула В это прошлое Она продает Фонарь По-моему Но сейчас Так как У нас Сами видите Что происходит Мы Я не уверен Что сможем Что-то у нее Купить Ну и кроме того Далеко бежать Можно было бы Еще сходить В убежище Нежити Так Но Подождет В убежище Нежити Я хочу еще раз Подраться С острый Демоном Потому что Это один из моих Любимых боссов Очень страшную Попу боль Вызывает И Хочу там Именно После этого Получить у него Кольцо Которое позволяет Когда бегаешь В воде То есть Когда ты просто Бегаешь в воде Он вот так вот Медленно бегает Очень А с этим кольцом Вода на тебя Вообще не влияет Это очень прикольно В Блайт Тауне И в других Подобных местах Потому что Нам еще через Блайт Тау Надо будет Пустошь проходить Короче Вы поняли Так 26 190 Ни туда Ни сюда Так Давайте откроем Бездомную шкатулку И сложим Весь ненужный мусор Скажем Серебряные мечи Я думал Возможно Стоит его прокачать Кстати говоря Говорят Вот этот сломанный меч И душа Сифа То есть Сломанный меч Плюс 15 И душа Сифа Это будет Меч Арториуса Успеется Я не хочу Сифу убивать Прежде чем Пройду ДЛС Поэтому Подождет Так Это все Оставляем Это оставим На всякий случай Большую секиру Вот она Дубина тайны То что нам нужно Теперь Зуб дракона Тоже выкидываем Шляпа тающую И здесь По щитам Подожди А где лук Лук у меня Стрел Правда Для него не помню Сколько Давайте вообще С этим луком побегаем У нас теперь Силенки-то позволяют Так Башенный щит Убираем Паучий Травяной Мне они все Нафиг не нужны Травяной Кстати неплохой Он выносливость Встанавливает Да ладно Игл щилд В свое время Неплохо Мне послужил Оставляем Черный щит На всякий И большой щит Хевела Так Далее По стрелам У нас Таких вот Стрел Неплохо Это все нормально Короче говоря Скидываем всю броню Потому что Та броня Которая нам нужна У нас уже есть И я Не уверен Что я ее буду менять Она мне чисто Заставляет внешним видом Очень крутая А броня Хевела Мне кстати Вообще Внешним видом Мне нравится А для меня Внешний вид Это большое Значение имеет Потому что Ну красиво Красиво Как красиво Персонаж И играть приятнее На мой Собственно взгляд Но конечно Броня Хевела Это тяжеляк Еще тот Так Все вроде Да Хорошо Так Что дальше А дальше Мы идем сейчас Наверх Оттуда Фаррингшрайн И оттуда Собственно В катакомбы Блин Прикольно Что персонаж Подвижный При такой Нехилой Защите Это меня Радует Я думаю Нам теперь Гораздо Легче Будет жить То есть В лесу В том И сделать Селокации Ну и вообще В целом Сквозь блок И плевать Что Что же мне Купить На эти 26478 С одной Стороны Сумма Достаточно Большая А другой Терять Совершенно Не жалко И на прокачку Мне уже Качаться И не нужно Даже дальше Я и не буду Скорее всего Дальше Куда-либо Прокачивать Персонажа Потому что Все что нужно У него Уже есть Так Я просто Не помню Какие что-нибудь Видимо Видимо Нет Если бы Мы душу Ой Кто храпит Если бы мы душу Хранить в лице огня Отнесли бы вот сюда То она бы Первый раз С нами заговорила Но я предпочел Лучше флягу С эсусом Еще Одно получить Дрыхнешь Но спи Спи Так Проходим Давно тут не был Не помню Честно говоря Где именно Там находится фонарь Но он мне Определенно пригодится Эти не страшные Да Блин Да не все тут По идее Не страшны Если так подумать Вот тут Уже Когда заходишь Они страшны Тем что Они не кончаются Они постоянно Зарождаются После того Как вы их убиваете Они Встают на ноги Так Ну и что Побежали Кстати говоря Давайте Эти болты Снимем Потому что Мы все же Сейчас рыбалетом Пользоваться Больше не будем И наденем Вот эта стрела Подойдет Нет Ладно Так Давайте попробуем Работает Нет Не работает Тоже пойдем Но нам станет Гораздо геморрони Это все Так Ты посмотри Да Так Мы их долго долбить Надо было Хоть маленько И усилить Сейчас посмотрим Что для этого нужно Встаешь Нет Встает Подожди А что Что ему Не хватает То есть Тайны Это не вера Что ли Сейчас Отступим Маленько Но придется Так пробиваться С боем Чего уж поделаешь Хрен с вами Дело ваше Ох Он меня отпарировал Еще Да ты что Вообще С ума сошел Я и не знал Что они так умеют Короче Ладно Пофигу Ищем Некроманта Который Их возрождает Вообще Страшное место Первый раз Мне тут Очень не по себе Было Почему-то Блин Что я делаю Не задерживаемся Я вообще не помню Это место Честно говоря Просто нужно найти Некроманта А вот Этой Убив его Мы запрещаем Этим тварям Возрождаться Сидания Теперь не встанут По сути Локация Очень сложная Но Разработчики Как бы На мой взгляд Рассчитывают Что вы сюда придете После убийства Гаргули Допустим Например А так Сейчас уже Не сказать Ну там ниже Будут конечно Эти катакомбы Ведут в очень Глубокие места И вот там Настоящий Экстрим Хардкор Начинается Почему мне Твой красный Белый щит Ох уж Это локация Тут эти Кто это Мокрицы Жуки Какие-то Ах Пакость Какая Так Ладно Костер Зажжен Что еще Нам тут Нужно В принципе Ничего Идем дальше Я не помню А где берется Уголь Который Дает возможность Убивать Этих скелетов Совершенно забыл Честно говоря Так Но сейчас Некроманта Поблизости нет Поэтому вы не встанете И это Хорошо Блин Броня Арториуса Мне просто Очень нравится Внешним видом Так Вон там еще один Некромант Так Вот Скотина Лук Конечно Мое Почтение Все Отлично Теперь Не будут Взрождаться Это Это что Это что за Лук Вообще Такой Что Ставишь Как Я не знаю Какую-то Гаубицу Скелеты Умеют Делать Примерно То же Самое Что В Демон Соус Там были Такие На уровне 4.1 И 4.2 Но Конечно По Попо Боли Не идут Ни в какое Сравнение С теми Врагами Те были Гораздо Сильнее Страшнее Здесь Мы выиграли Свою Первую ПВП Как вы Помните Товарищ От нас Бежал Просто В истерике Так Вот где-то Здесь Поблизости По-моему Можно Взять Фонарь Я не уверен На 100% Что он Прям Выпадет Поэтому Давайте-ка Мы Кольцо Хавилла Пока Помедленнее Будем Бегать Сменим На Кольцо С Золотым Змеем Которое Увеличивает Шанс Упадения Всякого Разного Это Нам Определенно Пригодится Так Здесь я не помню Еще один Есть Нет То есть Они будут Вставать Вот что Выруливает В данной В данном Виде Оружия Это Его Радиус Действия Достает Вообще Просто Офигеть Как Куда Пойти Люци Как Немец Хаммер Так Ну давай Вроде Не встает Может Сразу Донизу Дойти Там У нас Элементарный Босс Вообще После Которого Мы сможем Сделать Плюс Пятнадцать Эстус Пласка В себе То есть До двадцати Даже По-моему Улучшать Короче Говоря Костры Чтобы Больше Коста Эстус Пласка С них Получать Выжигать По Несколько Раз Так Ладно Ничего Не помню Что тут У нас Где Этот Фонарь Я просто Помню Что он Тут Был Здание Подожди Это что Так Там внизу Мы только что Прибегали Ну все У нас Ставится Один путь Это вот сюда Помню Помню Это место Вот тут Я по-моему Первый раз Погнался А нет Подожди Куда я Ладно Сейчас Побыстрее Вернемся Короче Первый раз Я убил Пвп Товарища Он вернулся Мне отомстить Это он может Посмотреть В первом прохождении Когда мы пошли В катакомбы Второй раз Когда он попер Он просто Начал от меня Убежать В панике Но он Знал локацию Гораздо лучше Меня Так Подожди Туда мы не проходим И Блин И В результате Короче говоря Я просто Свалился С обрыва Когда за ним Гнался Он то в нужное Место Улетел А я то Нет Да блин Пора уже Прекращать На размен Ударами Спокойно У нас Секретка Видите Видите Ага Куда мы пока Не попадаем Да Ты заколебал Ну Да Все таки После той боли Которую мы Испытывали В предыдущей серии Это у нас Будет своеобразный Такой отпуск Отдых Так Хорошо Главное Не торопиться Потому что Если мы сейчас Упадем Мы Ой И откуда Начнем Поэтому Тихо Не спеша Враги Нам особо Хлопот Не доставляет А вот Высота Убивает По прежнему Это тоже Штука Практически Безвредная Видите Так И некромант Убежал В панике Где же Ты Выходи А вот И вам Похоже Да А нет Так Собственно Собственно Теперь вы Надеюсь Вставать Не будете Да Блин Не отстают Значит Где-то Еще Один Есть Блин Я запутался Где здесь Че Их Слишком Много Они Надоедливые Да Заколебеж Что Уже Просто Ой Блин Ой Блин Так Ребятшики Встаньте Пожалуйста В кучу Эй Лечись Лечись Блин Офигели Что Лечись Совсем Ну Все Меня Зажали Короче Да Расслабился Называется Где у нас Еще один Находится Некромант Я не понял Нам с ним Нужно Решить Проблем Ну Да Так Мои 30 душ Тысяч Вот это Скотина Сейчас Расквитаемся Все Теперь Можно И Поеевать Никогда Не Расслабляйтесь В этой Игре Даже Если Вы Обгоняете Противников Как Искать В умственном Развитии То есть Сильнее Если Задавит Числом Им Пофигу Вообще Плевать Так Шо Где же Где же У нас Здесь Так Что там Наверху Осталось Ну И вообще Зачистим Давайте Здесь У нас Открылась Дверь Теперча А здесь У нас Здесь У нас Провалиться Можно По-моему Еще Одну Полусекретку Так Хорошо Да Бали Ну Похоже Ничего Ладно Блин Ко таком Темный У них Все Похоже Постоянно Путаюсь Там Больше Уже Ничего Все Ничего Больше Так Сюда Сюда Пойдем И В результате Вон У нас Секретка Там Нужно Быть Аккуратным В результате У нас Коса И Так Скажите мне Что мы наконец попали В то место Куда я хотел Помните Обратим Помню Так Давай Там Демон Очередное И там У нас Около Него Где-то Где-то Что-то Блин Я не совсем Помню Куда это Меня Привело Но Как это Принято В Дарк Соусе То что Внизу Видите Это Именно Локация Это не просто Декорации А там Внизу Нам тоже Предстоит Побегать Да Откуда Тут Нарисовался Так Где Мы успеем Пойти Нам бы Бонфайр Зажечь Местный Только Отсюда Мы похоже Не попадаем Туда Придурки Здесь тоже Некромат Что ли Ну да Это печально Они сейчас Меня задолбают Да Отстань ты уже Ну Ну хорошо Ты Да елки Палки Это же уже Я не с той стороны Прохожу Этот проход Или нет Стой Где Некромат Местный Сейчас Задолбают Отлично Что это у нас тут Я куда-то Вообще Наугад Иду Извините Меня за это Так Вот так Все Мне не понравились Эти Ой Так Подлечиться В принципе Все нормально Пока Вот только Нет Определенные Проблемы Есть Есть Проблемы Ребята Вы Вообще Отдыхаете Когда-нибудь Нет Энерджайзера Блин Геморрой Дайте мне Просто взять То что я хочу Кольцо темной луны Я не помню Для чего оно Ну ладно Валим отсюда Так Хорошо Это куда Где этот Долбанный Некромант Куда я иду Вообще Лезет А за мной Ага Скотина Все Месть Ну а как видите Даже без оружия Веры Здесь можно Существовать Довольно Коряво И довольно Сложно Но Получается Вот он Вот он Вот отлично Все У нас есть То зачем Мы сюда пришли Но Теперь уже Не страшно И умереть Но я думаю Раз уж мы тут Давайте уже до конца Все Исследуем Вот Вот чего Мне не хватало Вот Так Подожди Видите Фонарик Защиты с ним Конечно Никакая Но Зато Я смогу Открывать Секретики В этом ДЛЦ Так Что еще Тут есть Что-то Мне подскажет Что тут Скажем Можно провалиться Нет Но нет И сюда Нет Так Ладно Ох уж Эти катакомбы Офигеть Может напоминает Парижская катакомба Так Чем тебе Опять сабли Я так и знал Поэтому брать не хотел Ну раз уж Побежали обратно Я просто думаю Народ в комментариях Там напишет Так как ты мог Моя любимая сабля Отписываюсь Хорошо Так Мы попали на эту самую локацию И в принципе Это неплохо Единственное Мне нужно вспомнить Куда же мне вообще Тут идти Пойдемте к демону Сходим Убьет Так убьет Но я не думаю Что убьет Ой как вы заколебали Ооо С демонами Давно не дрались Ну мне сейчас Демон титанит Он ни для чего Не нужен по-моему Вообще Так Крестуса Надо быть осторожным Здесь по-моему Сейчас будет Засада ловушка Народ поспрыгивает Сначала нужно будет Убить их А потом уже Браться за демона Так Я же знаю Что сейчас кто-то будет Сверху может Не помню Я помню лажу просто Но в чем именно Окей Так Так Нормально Тесно только Капец Так Если так будет идти То у нас будет Первый перфект С демоном Плаву с Виктори Хорошо Демон титанит Это всегда хорошо Отлично Так Что у нас тут Палка смерти Хорошо И как нам нужно Вступить в секретный Ковенант здесь Мне в принципе И он не нужен И меч Который там Выпадает Не нужен Я просто хочу Вспомнить Как Каким образом Не нужно ли нам Око смерти Употребить сначала Давайте попробуем Полежать Маленько Тут Говорят с минуту Где-то надо полежать Или это вообще В телесной форме Только можно сделать Не помню Да Мы брони Арториас Конечно зачет Короче говоря Следующая локация Мы Вернее В следующей серии Мы пойдем Обратно в NPC Ой В NPC В DLC Локации Я не помню Я правильно Все правильно Все правильно Делаю Да Сама по себе Идея Конечно Странная Лежать в гробу В темноте Вы бы стали Это делать Но просто Представьте Когда Внезапно Происходит Вот такое Это страшно Где же мы в итоге Что за жуть И тут Мы можем Вступить В ковенант Грейблорда Нито Одного из Главных боссов Игры Нормально Хорошо Ему можно Подносить Око смерти За это Вам будут Разнообразные Бонусы Ну да ладно Неплохие показатели Да так В принципе Еще он плюс Плюс 300 Того то Что это у нас Я не помню Что это такое Честно говоря Что значит Это капелька Отравляет ядом Что ли Похоже на то У меня в принципе В прошлый раз Когда я его взял У меня сил Вообще не хватало Его таскать Сейчас у меня сил Просто не то что Хватает У меня Этих сил Хоть Жонглируем Неплохой Если его прокачать Еще Короче говоря Давайте на этом Прекратим эту серию Как вы видели В ней мы в принципе Просто подготовились К следующей В следующей пойдем Попробуем Подраться с драконом Не знаю Возможно получится Возможно нет Потому что дракон Говорит очень сложный Ну и я уже далеко Не пальцем деланный Согласитесь У меня в принципе Все очень хорошо Пока было свободное время Я серьезно усилил Своего персонажа Это отлично В общем надеюсь Если вам понравилось Увидимся С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok